Используем технологии инфографики нового при обучении детей с ОВЗ. Получение современно-качественного вызова, медицинского вызова, в нашей стране является одной из предельных задач. Сегодня Российская Федерация демонстрирует приверживание к мировым стандарту в области защиты прав ребенка, особенно защищая права и достоинства ой, перенужках, граждан среди детей с ОВЗ. Можно посмотреть, на что нацелено, что смотрят. В своей работе опираются нормативные документы. Их, к сожалению, много, поэтому пришлось уместить на них в порядке. Уважаемые коллеги, цель моего мастер-класса – это формирование для того, чтобы представление об использовании в работе приема в виде визуализации при помощи инфографики и мемов обучения детей с ОВЗ. Задача представлена на экране. Хочу прочитать Ваше внимание на то, что при подготовке и проведении занятий в подобном союзе ученической спецификах работы с детьми ОВЗ. Возможность компьютерного оборудования кабинетов. Для этого необходимо использовать специальные методы обучения, в частности, уделять особое внимание визуальному контакту. Выставление информации. Программа визуальная и неучебная информация – наиболее перспективное направление развития информационных технологий системы образования, вообще и в дополнительном образовании в частности. Также исследования показывают, что используя визуальную поддержку для детей с ОВЗ, получается, более запоминается, улучшит информацию, чётче выделяет важную информацию, снижает тревогу, чувствительность и неопределённости, понимает правила, проясняет абстрактные концепции, например, время, лучше принимать изменения. Кроме того, она помогает самостоятельно справиться с задачей, не полагаясь на помощь или подсказки других людей. Также наделяет несколько принципов для работы с ОВЗ. Это принципы интерактивности системы компьютерного обучения с использованием современных информационных технологий и принципов мультимедийности программных систем обучения. Но не стоит забывать и остальных принципов. Это индивидуальный подход к детям ОВЗ. Принцип объективности оценки результата деятельности. Также хотел бы вам предложить, вам, простонавию, братья телефона. Предлагаю вашему вниманию QR-код, где вы можете рассмотреть сервисы, постоянные, посвящённые мамам и инфографике. Инфографика – это способ передачи знаний при помощи графических элементов, изображений и текстов, которые делят непосредственно информацию более доступными. Для создания инфографики можно использовать готовые сервисы, либо использовать графические редакторы, которые есть на каждом компьютере. Мем – это любая идея, символ, манера, ситуация или образ жизни, видео, которое превращается в вирусный эффект. Это два цепя, в которых я использовала в своей работе, есть ещё остальные. Основным инструментом визуализации информации для современных дорог становится инфографика, которая представляет собой визуальный картин, подображается в тех парадрах графика, где минимум текста, но больше всего картинка. Для детей с ОВЗ как раз-таки это более эффективно, потому что зрители на них запоминают больше, чем в словесном. Спектр на инфографике на самом деле очень огромный. Это география, журналисты, образование, статистика, технические тексты. Инфографика способна не только организовать большую информацию, сжатым, развеетым фотографиям, но и передатиками. Также инфографика помогает здоровому сделать текстовый материал, наврядно, что в свою очередь легче для усвоения действий ОВЗ. Также хотел предложить вам несколько, ну, 10 бесплатных сервисов, которые помогают лучшим организовать их по графику. Они проверены и хорошо работают, и в доступной форме. Некоторые, конечно, на английском, но можно понять. Стоит заметить, что находить общие детки мне становится все труднее. В силу разного темпа жизни нужно искать такой язык, который будет понятен каждому. В современном мире, где был на способ продавцентабилизации, есть такой язык. Это язык моего. Это вирусный эффект, который везде. Он уходит, он возвращается. Любую картинку, как говорится, может сделать. И вот детям как раз очень удобно это воспринимать. Также на закрепление задания детям можно создать конструктор МЭО, где они могут выбрать свою тему, какие-то фотографии, картинки и создать. Им очень нравится и получается достаточно интересно. И также представлены сервисы. При изучении техники скрабуком, скрабукин, с детьми мы использовали летопентальную карту. Так как это наглядно легче было восприятие для ребенка. На сайте представлены книги по изучению техники скрабуки. Детям дается задание подготовить рабочее МЭО, используя МЭО. Я вам предлагаю тоже это сделать. У вас лежат листы на столах. Также вот здесь вот у меня вот есть. Что-то брать можно. Используя МЭО. У вас на каждом столе у каждого лежит МЭО. Можно подобрать. Ну да, это будет образовательная техника скрабуна. То есть используемые методы. А вот посмотрите на МЭО. Посмотрите. Первая карту как раз идет. Дети выбирают, им дается выбрать, допустим, бумагу, либо газету для создания. Дети выбирают, соответственно, бумагу. На вторую, ножницы для работы, либо ножницы для тречки собак. Третье. Какой мы используем клей? То есть дети знакомятся с материалами и выбирают правильные. Вы добиваете свое место. Дальше. Есть специальные ножи для скрабукинга. На них есть специальные ножи. То есть мы используем не ножи для руки мяса, а специальные. То есть мы приклеиваем декоративные элементы в плане вот такого вот. Либо декоративные элементы в лепнину. И, соответственно, для работы. Дети знакомятся с инструментами, используют и уже наглядно могут выбрать. При каждом занятии они распадывают с уровня. Сейчас отначить. Смотрите, как раз таки, вот это как раз таки является специальными ножами для работы. Они бывают разные, но вот это вот такой специальный нож. Это я просто стала показать. Да, используя специальную машинку, поэтому машину я сегодня взяла. Между двумя валиками прокатываются специальные ножи. У вас при помощи ножей на стола как раз и есть цветочки, цветы и листочки. Причем при дальнейшем выполнении задания дети получают инструкцию инфографии, по которой они уже выполняют задания и последствия. И если на первом занятии происходит большое количество слоевских объяснений, то в дальнейшем детям хватает именно инструкцию по инфографии, которую они будут выполнить. Уважаемые, я вам предлагаю при помощи инфографики попробовать собрать свою открытку. При этом, смотрите, делятся на четыре этапа. Тут вы можете, у вас есть лист бумаги, есть два листа бумаги с рабочей для специальной бумаги. Вы выкладываете там в том, в каком хотите. У меня, допустим, дети выкладывают в каком-то образе. Это у меня делал ребенок, ОВЗ. То есть он в таком образе. Вы можете по-своему как-то выкладывать. Там вот есть. Это да, это вот получается специальные ножи. Вот такие вот, а есть вот такие вот. То есть это вырезается, это не вручную вырезается. Это не вручную. Это специальная машинка, которая используется. Есть специальные ножи, которые тоже дети. Причем дети сами вырезают, вместе с прокатом на этой машинке. Мы сначала пытались с детьми сделать при помощи обычной скалки. С этими ножами используются, чтобы руки разоснимать. Ну, это, конечно, классно, особенно это делать. Смотрите, также здесь используют такие вот специальные дыроколы. Им это нравится. Они могут все это пошутить, потрогать. И при как раз тебе занятия, они вот в Сочи вот выкладываются в порядок. Они просто, я вот, я вложу, получается, в одной общую карту картины, я их вложу, получается, все материалы. Они подходят, выбирают, что им нравится, полу-технологичный фактор, и раскладывают все поэтапно. И поэтапно, что он начинает все это делать. Ну, если вдруг не получается, что-то там не до конца вырубается, использую специальные ножи, но я детям не даю их. Такие специальные ножи. Нож, ручка. В большей степени инфографии, это для педагогов. Средства обучения педагогов. А вот мэр, это больше, как раз, для детей. Детям больше понравится, больше любят, им больше не нравится. Потому что, я заметила, у многих сейчас есть телефон. Приходя на занятия, они в телефоне начинают смотреть. Что, они в меду? Да, они рисуют их сами. Пусть у них, получается, не особо прям просто, но, грубо говоря, могут нарисовать. Да, нет, высказывают так же, как так, высказывают в своем мнении, причем. Мы как-то делали с ними другую работу, и им вот больше понравилось, скажем, как другая. Две работы делали, одновременно. И они выражали, какая им больше понравилась. Больные технологии мэмора. Так, дети. Вы можете брать эту консанцию. Так, хотите здесь. По-первых, сейчас выбирается бумажка, складывается, на втором подбирается еще раз для объема создания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Спасибо. Как раз инфографики и вебов. На слайде QR-код. Вы перейдете на наш сайт, и там есть раздел «Рекомендации». Спасибо. Так, там вниз просто пролистать, там есть раздел «Рекомендации». Это обычные стразы. Да, у нас дети любят все блестящее, и они больше их воспринимают, поэтому мы их используем. Я не могу списывать не океаны по состоянию, поэтому я мы их используем. Ведь может быть Bereц condition во время освещения. Производные стас sekarang и океаны rules. И вообще в обочине пункта стоит слайд вниз. И space кıt всё готово может быть вышлем м jij faleciей. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...